Это один из нелегальных маршрутов, соединяющих Венесуэлу с Колумбией. Поскольку граница фактически закрыта из-за пандемии, для многих это единственный способ пересечь ее. Поблизости от приграничного города Кукута более 120 подобных грунтовых дорог и троп. Их используют венесуэльцы, пытаясь спастись от бедности. Многие, как, например, 81-летняя Эйос Мальдонадо по нескольку раз в неделю пересекают границу. Нелегально. Он колумбиец, но его семья сейчас живет в Венесуэле. Сегодня Эйос наткнулся на патруль, и полиция его не пропустила. Моя жена в Венесуэле, потому что ее мать очень больна, так что я должен бывать там, хотя это и незаконно, потому что семья – это семья, и надо приносить внукам что-нибудь поесть. Мигранты в Колумбии получают помощь от фонда «Венесуэльцы в Кукуте», созданного шесть лет назад. Тут им ежедневно предлагается по крайней мере бесплатное питание. Добровольцы делают все, что в их силах, но иногда средств хватает только на миску каши в одни руки. Но мигранты с благодарностью принимают и такую помощь. Венесуэльцы прибывают в Кукуту, будто они бегут от войны, хотя никакой войны нет. Многие из них страдают от недоедания. Есть дети, которые даже не получили первую вакцинацию. Мы стараемся помочь им, но ситуация все равно ухудшается с каждым днем. Закрытые границы не останавливают мигрантов. Организации американских государств прогнозируют, что в 2020 году в Колумбию переберутся около полутора миллионов венесуэльцев. Большинство из них стремятся добраться до столицы Колумбии – богаты. Эта семья отправилась в путь пешком, с семимесячной девочкой на руках. Но другого выхода они не видят. В Венесуэле они страдали от беспросветной нищеты. Спать на улице непросто. Один должен бодрствовать, пока другой пытается заснуть. Иногда у вас есть, что поесть, иногда нет. Но мы жили в тех же условиях и в Венесуэле. Впереди у этих венесуэльцев еще много дней пути. От богаты их отделяют 600 километров. А тем временем по нелегальным тропам в Колумбию из Венесуэлы прибывают все новые беженцы. Полиция наблюдает, но даже опасность быть пойманным беженцев не останавливает.